Субтитры создавал DimaTorzok Опять же, хочу сказать вам, что молитва, хвала и поклонение — это действенные методы. Когда Павел и Сила пришли к месту поклонения, они познакомились со служанкой, одержимой духом прорицания, благодаря которому ее хозяева получали большой доход. Девочка шла следом за Павлом и Силой, и она кричала, говоря, «Эти люди — слуги Всевышнего! Они возвестят вам о спасении!» Это продолжалось несколько дней. Однажды апостол Павел потерял терпение. Этот муж Божий обернулся и сказал Духу, «Приказываю тебе во имя Иисуса Христа выйти из нее». Нечистый Дух оставил ее сразу. Когда хозяева девочки-служанки увидели, что источник их прибыли, иссяк, они организовали арест Павла и Силы. Хозяева потащили их на рыночную площадь, чтобы показать властям. Они сказали, вот эти евреи создали возмущение в городе. Они учат нас, римлян, принять и соблюдать обычаи, противоречащие нашим законам. Услышав это, толпа поднялась против Павла и Силы. Затем городские правители приказали сорвать одежду с них и избили их палками. Потом их заключили в тюрьму. Тюремщику приказали стеречь их, не смыкая глаз. Поэтому тюремщик закрыл Павла и Силу во внутренней камере узилища и забил их ноги в колодке. Около полуночи Павел и Силы молились своему Господу Богу и пели ему. Они пели псалмы. Другие заключенные слушали их. Они внимательно прислушивались. А это означает, что Павла и Силу не смогли сломать обстоятельства. Они пели громко. Павла и Силу не смогли сломать против Павла и Силы. Осана, осана, di tempat yang tinggi Осана, осана, di hati yang suci Di hati yang suci Di hati yang suci Когда Павел и силы молились и пели хвалу, произошло такое сильное землетрясение, что поколебались основания тюрьмы. Все двери распахнулись, и у заключенных упали цепи. Произошло чудо! Аллилуйя! Когда начальник тюрьмы города проснулся и увидел, что все двери тюрьмы раскрыты, он схватил меч и хотел покончить с собой, думая, что заключенные убежали. Павел закричал ему громким голосом, «Не губи себя! Мы стоим все здесь!» Тюрьмщик потребовал факел, вбежал в тюрьму, и весь дрожа припал к ногам Павла и силы. Он вывел их наружу и спросил, «Мои повелители, что мне делать, дабы обрести спасение?» Павел и силы ответили ему, «Поверь в Господа Иисусом, поверь в Господа Христа, и будешь спасен и ты, и твои домочадцы». Они возвестили Слово Бога каждому в его доме. В том часу тюремщик взял их и после этого омыл их раны. Тюремщик и его семья приняли водное крещение. Молитва, хвала и поклонение – это эффективно. Аллилуйя! Обращение тюремщика и его семьи произошло после того, как Павел и Сила молились Богу и пели хвалу. Молитвы и псалмы, которые они вознесли к Богу, это жертва. Именно ее Библия называет жертвой хвалы и благодарности. Павел и Сила возносили Богу хвалу и благодарение, когда им было плохо. После изгнания духа прорицания и служанки они претерпели страдания. Их избили палками. Из их ран текла кровь. После этого их бросили в тюрьму. Там их тщательно стерегли. Их ноги были забиты в колодки. Но они не жаловались Господу. Они, напротив, молились и громко пели. Они пели Господу гимн. Когда они делали это, произошло чудо. Произошло землетрясение. И двери тюрьмы открылись. Цепи, связывавшие их, упали. Павел и Сила не убежали из тюрьмы, хотя они были свободны, так как цепи с них упали. И двери тюрьмы отворились. Благодаря этому тюремщик, не только он, но и вся его семья обратились к Господу. Аллилуйя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Некоторые из вас попали в ситуацию, похожую на беду Павла и Сила. Вас обвиняют, вас притесняют, на вас подали в суд, вас оклеветали, вам больно. Болит не только сердце, но и ваше тело. За добро вам вас дали злом. Возможно, вам не здоровится, болит и ваше тело. У вас эмоциональное расстройство, у вас не клеятся отношения с семьей, одни не в ладах с женой, другие с родителями, а третьи и с детьми. У вас денежная нехватка, вас уволили, вы понесли убытки. Нас смотрит молодежь, которая видит будущее в мрачных тонах и потеряла надежду. Вот совет для тех из вас, кто переживает невзгоды. Как Павел и Сила. Во-первых, молитесь и делайте это от всего сердца. Молитесь искренне. Молитесь неустанно и постоянно. Во-вторых, пойте песни хвалы и благодарности. Как жертву Господу Богу. Пожалуйста, примите решение не жаловаться и не винить других людей. Не вините обстоятельства и не обвиняйте Господа. Если Бог уже помогал вам, то, в-третьих, не убегайте от своего Создателя, не забывайте о Божьей доброте, потому что Бог помог вам. А для чего Господь Бог помог вам? Вы будете проповедовать Евангелие и приводить людей к покаянию. А вы хотите принять исцеление и чудеса для своей жизни? Если это так, то поднимите руки в Библии. Есть два особенных изречения Господа Иисуса, которые исцелили человека. Это слова Иисуса. «Твоя вера спасла тебя», после которых человек исцелился. Вам просто необходимо поверить в это. Господь Иисус хочет и может исцелить вас. Во-вторых, это слова Иисуса, «Твои грехи прощены», после которых человек исцелился полностью. Поэтому попросите прощения у Бога. Когда Иисус говорит, «Твои грехи прощены», вы будете исцелены. Братья и сестры, «Придите к Богу». Верите ли вы в то, что Иисус хочет и может исцелить вас? Придите к Нему, те, кто верит. Я приглашаю вас помолиться со Мною. Мы попросим прощения за грехи, за которые мы не покаялись перед Богом. Вы все время скрывали их, поэтому сейчас вам так плохо. Откройте свое сердце для Бога. Попросите Его простить вас. А теперь, пожалуйста, повторяйте слова этой молитвы за Мною. Скажите, «Иисус, я прихожу к Тебе. Пожалуйста, прости Меня за все Мои ошибки, за все сделанные Мною грехи. Прости Меня, Бог мой, прости, прошу Тебя, прости Меня, Боже, умоляю». Я верю в то, что Ты умер из-за Меня, и в то, что Ты воскрес из мертвых. Так же я верю в то, что благодаря Твоим ранам я исцелился. Господь Иисус, я верю в Тебя. Я принимаю Тебя как Бога, как своего Спасителя, как Господина Своей жизни. Иисус, пожалуйста, войди в Мое сердце. И теперь, о Господь, пожалуйста, исцели Меня, Боже. Исцели Меня. Давайте обратимся к Богу и споем Ему. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Боже, Ты видишь поднятую руку! Скажи, коснись Меня! Коснись Меня! Господи, коснись Меня! Приди и прикоснись ко Мне! Боже, Ты видишь своих детей! И я прошу Тебя, коснись их! Каждого, кто молится и просит, Вы исцеляетесь! Так будьте исцелены! Во имя Иисуса Христа! Сейчас происходит чудо! Чудо! Чудо происходит! Давайте вместе споем! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо, спасибо во имя Иисуса. Аминь. Аминь.